Итак, мы начинаем с вами рассматривать вопрос. Первый вопрос — это эпоха преобразований Петра I или начала модернизации России в первой четверти XVIII века. Первый вопрос, с которым мы с вами начнем, — это предпосылки реформ Петра I, то есть почему их необходимо было проводить. Необходимо отметить, что вообще реформы Петровской эпохи были подготовлены всем предшествующим развитием страны в XVII веке. Уже в годы правления отца Петра I Алексея Михайловича и старшего брата Федора Алексеевича были обозначены те узловые проблемы, от решения которых зависело будущее страны. Первая задача — это необходимость добиться выхода к морям, Балтийскому и Черному. Вторая задача — это выйти из экономической изоляции и расширить контакты с Европой. Третья задача — это использовать опыт Европы для того, чтобы иметь возможность вернуться России в ряд высокоразвитых государств. И вот эти задачи предстояло решить Петру I, годы правления которого 1682-1725 год. Необходимо отметить, что большую роль в модернизации России первой четверти XVIII века играл субъективный фактор. Петр I — это активно волевая деятельность Петра I. И Петр I своей энергией, своей силой воли фактически заставлял все свое окружение проводить те преобразования в стране, которые он считал нужными. Толчком к проведению к началу модернизации или реформ — это будет поездка Петра I, так называемое Великое посольство в Европу в 1697-1698 годах. Цель этой поездки была понятна, то есть посмотреть, как живет Европа, что она представляет собой. И вторая задача или вторая цель — это найти союзников для борьбы со Швецией в борьбе за выход к Балтийскому морю. Какова сущность и особенность Петровских преобразований? Потому что и по сей день существуют противоречивые оценки тех преобразований, которые были проведены в первой четверти XVIII века. Итак, какие идеи были положены в основу Петровских преобразований? Первое — это служение Отечеству как высшие ценности для монарха. Второе — это общее благо, народная польза как цель этого служения. И третья идея — это практицизм и рационализм как основы всей деятельности. До Петра I все преобразования, которые проводились в стране, не отличались масштабностью. И вот именно в этом и будут заключаться особенности реформ Петра I. Первая особенность — это масштабность реформ и распространение новшеств на все сферы жизни. Вторая особенность, что придаст сложность, противоречивость проведению реформ — это бессистемность и отсутствие какого-либо плана реформ. Александр Сергеевич Пушкин писал о Петре I. Еще одной особенностью реформ Петра I — это будет проведение военной реформы. То есть решение внешнеполитической задачи, борьба за выход к Балтийскому морю, потянет за собой проведение всех остальных реформ. Итак, Северная война, которую начнет Россия в 1700 году и закончит в 1721 году, она явится ускорителем Петровских реформ. Каковы же причины Северной войны? Первая причина — это имперская политика и стремление к господству на Балтике. Действительно, Швеция считала Балтийское море как бы своим внутренним морем. Вторая причина — это необходимость получения России выхода в Европу через Балтийское море и приобретения прибалтийских территорий. Ну и третья причина — она носит геополитический характер. Это противоречие Швеции с европейскими державами. Союзниками России в этой войне выступят Дания, Польша и Саксония. Война будет проходить в несколько этапов. Первый этап — это датский 1700-1701 год. Основным сражением в этой войне — это будет сражение под Нарвой, 1700 год, где русская армия потерпит сокрушительное поражение. И это будет действительно естественным итогом, потому что русская армия не воевала с европейскими армиями такого уровня, как была шведская армия. Те иностранные специалисты-офицеры, которые служили в русской армии, не фактически перешли на сторону Швеции. На поле боя остались только Семеновский и Преображенский полки. Это будущая русская гвардия, которые действительно, буквально стоя по колено в крови, с поля боя не ушли. Карл XII, король Швеции, после сражения под Нарвой решил, что Россия разгромлена. И как бы Северная война на этом закончена. Но надо было знать Петра I. Поражение его только разозлило и заставило действовать еще с большей активностью. И когда уже в следующий период встретится русская и шведская армия, то эта русская армия будет совершенно другая, не та, которая была под Нарвой. Второй период – это польский, 1701-1706 год. Военные действия Швеции в Европе на территории Саксонии и Польши. И фактически за первый и второй период из войны выводятся и Дания, и Саксония, и Польша. Россия и Швеция остаются один на один. Пока Швеция воюет в Саксонии и в Польше, уже в 1702 году русская армия начинает иметь военный успех в Прибалтике. Взяты крепости Орешек, Нарва и Тартун. В честь этих побед, то есть чтобы закрепить за собой позиции в Прибалтике, 16 мая 1703 года в устье Невы на Зайчьем острове происходит основание будущей столицы российского государства – это Санкт-Петербург. То есть тем самым Петр I заявлял, что он пришел на побережье Балтийского моря всерьез и надолго. Третий период, так называемый русский, 1707-1709 год. Боевые действия уже разворачиваются на территории России после повторного вторжения Швеции. Шведские войска, они оказались на территории Украины, и основные сражения будут происходить у деревни Лесной и под Полтавой. Почему именно на Украине? Ну, несмотря на то, что Украина в середине 17 века добровольно вошла в состав России, сепаратистские настроения на Украине были довольно-таки сильны. И вот Карл XII и хотел использовать эти настроения для того, чтобы разгромить Петра I. Тем более, что гетман Иван Мазепа, который в тот период возглавлял Украину, вел такую двойную политику. То есть проявляя преданность Петру I, на самом деле он поддерживал Карла XII. Сражения происходят в сентябре 1708 года у деревни Лесная и 27 июня 1709 года под Полтавой. Именно Полтавская баталия окончательно сокрушила Карла XII, который бежал вместе со своей армией в турецкие владения. Но побежденным Карл XII себя признавать не хотел, поэтому война будет еще продолжаться. Россия одержала победы на суше. Для того, чтобы окончательно разгромить Швецию, необходимо было еще и закрепиться или победить на море. Поэтому следующим периодом войны это будет турецкий так называемый 1709-1714 год. Когда Россия предпримет так называемый прудский поход против Турции, и Петр I вместе со своей армией, семьей попадет в окружение. То есть фактически это будет поражение России, но в Прибалтике русские войска 1710 год возобновляют военные действия, захватывают Ригу, Выборг и Ревель. И таким образом мы видим, что военные действия переносятся на территорию Скандинавии и в акваторию Балтийского моря. И завершающим аккордом Северной войны это будет норвежско-шведский 1714-1721 год, когда молодой русский флот, который создавался буквально с нуля, России не было флота до предыдущего периода, одержит блестящие победы над шведской флотилией. Значит, это сражение у мыса Гангут 1714 год и у острова Гренгам 1720 год. И опять-таки Карл XII не хотел признавать свое поражение. И лишь только как бы его смерть ускорила процесс завершения войны и заключения мирного договора. 30 августа 1721 года в местечке Нижштадт был заключен мирный договор. Победа России была полной и всеобъемлющей. Каковы были основные условия этого мирного договора? Значит, первое. Россия получала территорию Прибалтики. Это Лифляндия, Истляндия, Ингерманландия. Часть Карелии. И что самое главное, это выход в Балтийское море. Второе. Россия обязывалась уплатить Швеции денежную компенсацию и возвратить в Финляндию. И что самое главное, именно после окончания Северной войны Россия провозглашается империей, а Петр Первый императором. То есть Россия по-настоящему становится европейской державой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова